Лёгкий стиль, то есть вот вы поссорились, это тяжёлый стиль. Теперь переключайтесь. Вы сорвались, потому что ждали друг от друга. Без ссор не может пройти жизнь человеческая в семье, потому что очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Понимаете? Понимаете? Если вы ссоритесь, означает, что вы не справились с ситуацией, не выдержали, не поняли, что надо делать. А понять очень сложно, потому что женщине нужно одно, и она точно уверена, что он должен знать. Мужчине нужно совсем другое, и он точно уверен, что она это должна знать. Но даже если человек знает, вот сейчас после лекции, если вы действительно мне верите, я вам сказал, мужчина рождается для победы, а близкие отношения означают, что в него верят. Что значит верить мужчину? Это значит смотреть на него, как на победителя, а не как на побеждённого. И если женщина смотрит на мужчину, как на победителя, это значит, что она его любит. Напомнили? Глазами верности и чувство, что всё будет, что ты мой победитель, ты мой спаситель. Вот это и есть то, что вызывает счастье у мужчины. Он начинает чувствовать любовь в себе, испытывать счастье в отношениях с таких женщин. И почему мужчина так сильно оскорбит сейчас? Потому что эта девушка, когда она встретила, он её встретил, она такими глазами на него смотрела. И первое время, когда они жили вместе, тоже они такими глазами на него смотрели. И он это всё вспоминает сейчас, поэтому он скорбит. Потому что он чувствовал эту любовь, понимаете? Когда человек чувствует любовь, он не хочет её терять. Потому что любовь имеет вечную природу, и человек имеет вечную природу. Мы не можем жить без любви, мы ищем её всегда. Вот. И просто женщина должна знать, вы скажете, но если он не победитель, Олег Геннадьевич, как я могу на неё смотреть, как на победителя? Если у вас возникла такая мысль в голове, это значит, что вы не знаете, что любовь имеет лёгкую природу. Смотрите на человека, как на победителя, что просто для того, чтобы он был счастлив. А не потому, что вы для него наказание или награда. Дело в том, что так оно и есть. Вы являетесь наказанием или наградой. Вот, допустим, вы на лекциях много слышали, я говорю. Жена для мужа дамокла в меч. Муж для жены дамокла в меч. И вы спрашиваете меня, а как в себе это почувствовать, что я для него дамокла в меч? А очень просто почувствовать. Вот тот момент, когда вы хотите ему правду доказать, в этот момент через вас действует карма. И это значит, что вы будете его гасить, мучить, издеваться над ним. Сами того не понимая. Потому что вами движет правда. Когда человеком движет правда, он не чувствует, что он уничтожает близкого человека. Это невозможно почувствовать, потому что в правду же говорили. А правда будет двигать вами? Конечно. Потому что вы предназначены для того, чтобы мучить. Вы родились для этого, чтобы мучить близкого человека. А кто еще будет мучить? Мучить никому. Вот Бог специально. Вот допустим, как любовь возникает. Вот допустим, Бог в сердце женщины и мужчины. Вот она, вот эта женщина, она может ему дать все, что ему надо в жизни. Хороший, плохой, замучить его, и наградить. Вот она именно. И он, Бог, сразу, раз у этой женщины открывает душу для него. На время. Он смотрит на нее. Вау! На эту женщину. Это Бог так ему картинку раз открывает. Он на нее смотрит такой. Как тебя зовут, я знаю, только я. И если это как бы, ну, если это наказать человека, то тогда вторая картинка не открывается. А та смотрит на него, и картинки никакой нет. Бог не открывает. Это значит, что Бог хочет его замучить просто. Ну, то есть, у нее открылась картинка, а у него нет. Это значит, что он будет смотреть на нее и любить. А она его не будет любить. Это значит, Бог хочет его замучить. Ну, наказать за что-то. Все. Но если Бог хочет создать семью, тогда что делать? Он тогда берет и у нее открывает такую же картинку. Тоже она смотрит на него. Ого! Ничего себе! Тоже так удивляется. Какой человек. Любовь возникает, да, такая?